У нас он сам едет. Первых снеговиков лепили еще на Руси, их считали духами зимы. Они повелевали снегами, морозами и метелями. В отличие от снеговиков прошлого, которые были из снега, наши сегодняшние снеговики удивляют дизайнерскими решениями. Эти не растают, зато могут сломаться. Материал очень хрупкий. Картон, пластиковые стаканчики, поролон, макраме, дерево и даже карамельные драже. Все что угодно, только не снег. Так как мы его думали, что он сюда должен приехать, и снега тяжело сделать. Сделали из обручей, и ткань использовали, и папье-машень. Вот такой получился веселый снеговик. А какой характер у вашей снежной бабушки? Забавный, добрый, интересный, наверное, загадочный и детский. Все-таки она маленькая еще. А, она еще маленькая? Маленькая. Снеговушка. Меломан, клоун, математик, мадам Брошкина. У каждого снежного друга свой характер, род деятельности и даже социальный статус. Они будут держаться за руки и на ветру вместе в едином танце танцевать. Есть имена у ваших героев? Нет, у нас сладкая парочка и все. Пройти кастинг на участие в конкурсе красоты бросились снеговики почти двухсот детских садов. Жаль, что лишь четверть топовых красовались на площади русского драмтеатра. Елена Краснопеева, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.